всем добрый день с вами ольга ищехи и сегодня в продаже винтажные украшения а также украшения спаянные вручную и начать я хочу вот с такой вот спаянные вручную броши цена 23 евро посмотрите какие тут кристаллы вот это я так понимаю формованное стекло правильно и посмотрите пекинское стекло какое вот тут вот это интересное 23 евро вот такая брошь это брошь не заводская это брошь спаянная вручную милые дамы вот такая брошь дальше похожая на нее еще одна обратите внимание на эти кристаллы эти броши по двадцать три евро и есть у меня еще одна подобная вот фотоописание размер на instagram ссылка на instagram милые дамы под видео далее броши тоже спаянные вручную броши не заводские вот такая 15 евро вот и еще одна вот такая вот сделана под янтарь искусственный янтарь насколько я понимаю 15 евро милые дамы хочу напомнить что доставка на украину бесплатная до 30 килограмм в россию посылки все дошли и берут нормально доходят в белоруссию доставки нет девочки вот как то так и во все остальные страны тут все нормально это спаянная вручную брошь цена 20 евро смотрите на этот вот кристалл очень красивый мне нравятся они и 20 евро вот такая это брошь и спаянные вручную милые дамы вот посмотрите 20 евро тут открытый кристалл ну не знаю нет мне нравятся такие броши мне очень нравится дальше браслет вот такой вот винтажный покажу поближе замочек вот цена 15 евро стеклянная брошь 10 евро это стекло стекло это винтаж ай 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 ну вот все дальше вот такая брошь 15 евро обратная сторона состояние хорошее и фиксатор тоже на месте еще одна брошь 15 евро обратная сторона фиксатор на месте такая интересная как и подобная еще одна брошь 15 евро вот такая снежинка обратная сторона и тоже фиксатор на месте дальше у меня есть 10 евро такая брошь это стеклянная брошь это винтаж стопроцентной девочки дальше 10 евро браслет вот такой вот браслет обратная сторона обратная сторона патина девочки по полной но для кого-то это вообще не проблема клейма я не знаю насчет клейма не посмотрела если честно по моему по моему нет в общем 10 евро такой браслетик 10 евро такая брошь у меня была подобная тоже с такими же подвесочками она продана а вот попалась такая 10 евро 15 евро стеклянная брошь роза 10 евро значок собачка у меня еще собачка из беленькая с голубым насколько я помню вот они тоже шевелится головушка вот в патине они конечно и фиксатора нет вот такая собачка дальше 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 хочу показать немножечко распродажу и сейчас отодвину чуть-чуть отодвину отодвину ну что ж такое так старалась так мне тяжело распутывались почему-то эти бусы и что сделано было вот так взять все и испортить взяли и упали 15 евро девочки эти бусы это пластик извините за неудобство так это пластик 15 евро очень часто девочки мне пишут вот вы сделали распродажу у вас броши купили и теперь их перепродают девчонки я очень положительно очень хорошо отношусь к тем кто перепродает броши которые покупают у меня понимаете сейчас немножечко не то время чтобы как бы там что-либо говорить каждый выживает так как он считает нужным я считаю что купить или и перепродать это тоже большой труд я очень положительно отношусь к тем кто покупает просто для перепродажи у меня без проблем каких-либо вообще то есть я считаю что это нормально если человек может заработать почему нет вот я есть девочки которые покупают только на распродажу ну и что есть девочки которые покупают одну себе одну продать чтобы купить То есть есть только те, кто коллекционирует, только себе. Есть девочки, которые покупают, носят броши, поносила, надоела, продала. То есть есть такой подход. Девочки, я приветствую любой подход. То есть я рада любому покупателю и не делаю разницы, если честно, между коллекционером и человеком, который перепродает. Это же тоже труд большой вообще-то, знаете. И если кто-то ставит, допустим, колокольчик на это, все отслеживает, это же тоже труд. Вот, я не жду, девочки, я не отложиваю, не откладываю, ну, как сказать, не задерживаю броши для коллекционера. Вот даже я, девочки, знаю, что кто-то коллекционирует, а кто-то перепродает, да. Но, девочки, кто первый увидел, кто купил, кто первый встал, того и тапки. Я серьезно, может, кому-то и не понравится такой подход мой, может, кто-то считает, что это неправильно, цена 10 евро этих бус. Но я на данный момент времени имею вот такое представление. То есть, без проблем, кто перепродает, пожалуйста, перепродавайте. Меня это вообще никаким боком не задевает, я только за. Честно говорю, вот я только за. Вы успели купить, вы выставили на перепродажу, вы перепродали, да молодец. Очень хорошо. Если вы удачно перепродали, значит, вы опять придете ко мне и опять меня купите. И еще, девочки, такой нюанс. Я не делаю бронь. Сейчас не те времена, что я не могу себе позволить забронировать и ждать неделю, две, три и так далее. Я даже три дня не могу ждать, потому что я выставила. 10 евро этих бус. Я выставила, и все, я хочу продать, потому что я дальше двигаюсь, покупаю товар. Мне вот это, чтобы лежало, и чего-то там второго пришествия ожидать я не могу. Я вам, серьезно, девочки, говорю так, как есть. Я не придерживаю товар, не удерживаю. Вы успели купить хорошо. Не успели, значит, так и будет. Будет что-то другое понравиться. В общем, девочки, 15 евро эти бусы. Вот, замок такой тут. Я не знаю, может, кому-то и не понравится моя позиция в этом плане тоже. Но я на данный момент времени не делаю бронь. И не придерживаю, не удерживаю и так далее и тому подобное товар. Вот такой воротничок. 10 евро. Сейчас покажу поближе. Сейчас опять покатаю. Вот так. 10 евро. Вот. Так. Вот так. Такое. Это комплект. К нему идут вот серьги, девоньки. Вот такие. Вот. Одна и вот вторая. Вот такие. Покажу поближе. Такой комплект. Ну, на лето. Очень даже. Но я не думаю, что это Чехословакия. И вообще, если честно, я не знаю, что это за комплект. Но фотоописание девочки есть на инстаграм. Дальше. Такие бусы 10 евро. Вот они. Это пластик. Это винтажные бусы. Вот. Это пластик. Дальше. И... Так, так, так. Что-то много сегодня. Педю затягиваю. 10 евро вот такое колье. Это гранатовое стекло. Вот. Дальше. Милые дамы. Это стекло. Вот такие бусы. 10 евро. Классные бусы. У меня были такого цвета броши. Они тут... Они чуть голубее. Тут больше в синеву. Это стекло, девочки. Дальше. Есть у меня... 7 евро. Вот такое ожерелье. Необычное тем, что тут сразу в цепочку переходит. Обрабарялись. Сейчас покажу. Вот смотрите. Такой замок. Это уже на распродажу идет ожерелье. К нему были серьги, девочки. Почему на распродаже? Серьги попросила у меня очень-очень девочка. Я серьги продала. Ну, к нему пойдут любые... Пойдут любые, в принципе, серьги. 7 евро ожерелье. Дальше. У меня есть такой цветной бейзель, девочки. 10 евро. Вот. Он очень нежненький, аккуратненький. Это винтаж. Вот, смотрите. Это прям винтаж-винтаж. Вот. Так, 10 евро. И бусин. Это, я думаю, что винтажные вот эти вот бусины. Вот эти бусины точно. От ним идут серьги. Цена 15 евро. Обратите внимание на эту жемчужину. Ой, жемчужину на эту бусину. Очень красивая. Сейчас покажу поближе. Вот такой замочек. Вот. Бусины. Ну, и на этом, милые дамы, все. Ой, не все. Подождите. Еще одни из серьги я забыла. 10 евро клипсы. Вот. И вот вторая вот обратная сторона. Фотоописание, разбер. Девочки будут на инстаграм. Еще раз вам покажу, что сегодня примерно было. Фото на инстаграм будет. Все сделаю. Кто инстаграм не видит, пожалуйста, пишите вайбер, ватсап, телеграм. Все вам сфочу. Вот эти мне нравятся броши. Ну, как мне нравятся, так обычно никому не нравится. Девочки, вот прям королева. Просто вот не знаю я. Мне так она нравится. Она такая прямо ух. Ну, милые дамы, на этом все. Желаю всем хорошего настроения. А с вами была Ольга из Чехии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok